я думаю что каждый человек может рассказать о себе очень много интересного особенно если начинать с самого детства но основное что чем я хотела бы поделиться это то что преемственность вот сейчас после 40 лет я понимаю что преемственность это самое важное у меня музыкальная семья была у меня выбора не было в принципе дед военный папа военный мама по музыке сестра по музыке никакого выбора у меня не было поэтому преемственность это самое главное то что сейчас в общем-то и поощряется сейчас до нашей политикой что потому что те кто растет уже изначально музыкальных семьях они уже знают больше намного и вот в 16 лет что я помню до в 16 я выступала на сцене кремля на кремлевский дворец съезда вот это было круто вот это был опыт конечно очень крутой который я передаю сейчас своим ученикам обучая и но без бунта у нас никогда ничего не бывает опять-таки возвращаясь к своим ученикам которым сейчас тоже по 15 по 16 лет мои ученики тоже пришли в музыку не сразу некоторых родителей заставляли приходить там юридический экономический ну разные вузы да допустим я пошла из бунта на лингвистику я закончила еще лингвистический университет зачем сейчас я не понимаю и своим ученикам я говорю хотите учиться хотите в музыкальный бегом прям вот смазав пятки скипидаром в музыкальный потому что для кого-то если вы что-то сделаете для родителей в юридический или для родителей вот как я дав лингвистику это все равно мне не пригодилось и не пригодится потому что это было как бунт а чё такое типа да я хочу еще чет попробовать жизни попробовали хватит пошли обратно в музыкальный к нам в мгпу на бакалавриат сколько нужно учиться чтобы петь хорошо некоторые учатся всю жизнь и им этого не хватает некоторые учатся два года в магистратуре и они уже выпускаются классными специалистами и есть такие есть такие результаты уже вот допустим к нам магистратуру пришел мальчик из города кинишма я вообще такого города в принципе раньше не знала по по географии он поступил на эстрадно-джазовую магистратуру надучился два года он сейчас уже выступает на всех концертных площадках москвы он солист военного ансамбля он востребован везде за два года то есть за два года можно вырасти и это абсолютно реально посмотрите есть такое понятие как насмотренность его у художников нашего института культуры искусств а это когда ты ходишь третяковскую галерею смотришь картины на насмотренность да а у педагога по вокалу есть наслышанность и мы слышим то сидя в жюри на различных вокальных конкурсах выезжая приглашают и многих наших педагогов из института культуры искусств приглашают и меня я сижу и слушаю просто сутками когда сижу в жюри в вокальном конкурсе вокал соответственно конечно же я могу определить и как сама человек поющий да и как у обучающие людей петь я могу услышать и определить хороший вокал или нет но тут суть в том что хороший вокал и хорошее пение идет прежде всего из души когда мы понимаем что наша жизнь связана с музыкой мы идем только вперед и мы обучаемся больше больше и больше и когда самое главное еще кстати кроме насмотренности который я сейчас говорил да на слышность как педагог по вокалу определяет вокал хороший или нет есть еще такое понятие как регулярные занятия дорогие мои друзья ну конечно же регулярные занятия очень важно в любом деле если вы там педагог по английскому языку вам тоже нужно тренироваться в любом деле важна регулярность и тренировки так вот когда ко мне приходят у нас получается в магистратуре они занимаются до два раза в неделю они приходят на индивидуальные занятия занимаются у нас постоянные концертные практики и с каждой концертом с каждой концертной практикой они растут все больше и больше и вокал их соответственно улучшается от раза к разу все лучше и лучше и лучше человек который пришел к нам самого начала он в любом случае выпускается уже намного намного лучше еще немножечко пройдусь потому можно ли без музыкального образования стать певцом ко мне пришли ребята которые закончили у нас бакалавриат лингвистический факультет да то есть вот здесь вот института не странных языков у них нет базового музыкального образования еще одна девушка тоже сейчас у нас учится перешла на второй курс магистратуры у нее высшее инженерное образование и она тоже у нас учится да им тяжело да им намного тяжелее чем остальным ребятам потому что сразу когда ансамбль страны джаза у нас есть они сразу подстраивают ушка тут ушка там они сразу строят да они сразу слышат а им тяжелее им приходится учиться дольше больше сидеть на лекциях больше вместе друг другом взаимодействовать но они тоже растут от самого начала до самого конца как я уже говорила да они тоже вырастают для самих себя первую очередь и я повторюсь есть самородки есть люди которые с детства умеют петь но они этому не учатся они просто это умеют и все чтобы учить других у тебя нужно тебе нужно закончить все-таки до педагогический вуз тебе нужно получить образование ты должен узнать методики если человек всю жизнь хотел петь и захотел связать свою жизнь с вокалом но у него нет специального музыкального образования это можно сделать но опять таки мы с вами должны понимать какая цель если цель обучать других нужно высшее педагогическое образование без этого никуда без этого вы не будете профессионалом соответственно прямой путь в мгпу если вы хотите просто петь в караоке то высшее образование вам не нужно идите пойти в караоке но опять-таки без концертных практиков практик без концертных практик без нахождения в команде единомышленников без роста без узнавания новых методик современного вокала вы не сможете развиваться и двигаться вперед дальше именно поэтому меня ребята всегда друг с другом вместе и мы вот сейчас получается сезон закончился образовательный следующего сезона все ждут с нетерпением вокального потому что опять концертные практики опять погружение в музыкальную среду опять петь опять выступать и вот это затягивает больше всего потому что конечно мгпо предоставляет потрясающие концертные площадки потрясающее выступление ребята делают я думаю что впереди у нас на следующий год много сольника конечно я помню было экспертом в университетском творческом конкурсе таланты очень хочу еще конечно же потрясающий был конкурс у меня столько материала в социальных сетях какие ребята пришли на этот конкурс таланты и тут вроде бы уже разговор не о двух годах до магистратуры тут разговор о том что ребятки то с разных факультетов абсолютно без музыкального образования и за две недели которые они готовились которые они выступали которые они конечно же мы с ними работали и у нас много педагогов приходило оксаночка нашего не sky' да тоже приходила ставила им номера и оставила и в вокал мы выбирали песни которые они вроде бы выбрали нет тебе эта песня не подходит тебе вот это подходит это была творческая атмосфера очень интересная и вот какие они пришли какие номера они задумали как это все в процессе и потом как это все в результате получилось это такой крутой творческий опыт который я очень хочу еще раз повторить нужно ли это до развиваться творчески и участвовать таких конкурсах и вообще в принципе нужно ли это я отвечу что нужно всегда потому что творческое развитие всегда сопровождает развитие человека в во всех сферах его жизнь опять-таки у нас ребята поют свои авторские песни вот даже на госэкзамене наш потрясающий опять-таки возвращаюсь к вопросу о том музыкант не музыкант сейчас закончил на второй курс эстрадно-джазовое отделение александр дегтярев он юрист и адвокат очень востребованный он всегда на лекции ко мне бежал именно сейчас сейчас у меня у меня этот суд у меня сутрина владимир я суда к вам прибегу опаздывал конечно но прибегал так вот у него такие потрясающие авторские песни на день семьи любви и верности вот у нас 8 июля в прошлом году был его песню выбрали и он в пскове пел по первому каналу показывали да по федеральному каналу авторскую песню и сейчас он написал еще две и я постоянно делюсь всеми авторскими песнями своих учеников те которые где-то есть на каких-то порталах на яндекс музыки они все есть они в к музыке есть везде ребятки движутся вперед конечно это прям гордость тем кто поступил уже и стал частью нашей большой семьи эстрадно-джазовой я очень хочу пожелать в нашей семье быть дружным отвечать за себя и помогать всем остальным другим потому что все поступили настолько разные каждый из вас личность и каждый из вас должен помогать вашим однокурсникам одногруппникам так сложилось что эстрадно-джазовое отделение но не только эстрадно-джазовое у нас все в принципе вокалисты очень дружные и каждый кто выступает тянет за собой из всех остальных ребят ты на концерт и я на конце на кастинг и я на кастинг и мы все вместе вот так вот кучкой 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 расширяем свою географию наша география расширяется год от года и те кто поступил сейчас тоже с разных уголков россии мы во-первых вас приветствую во вторых ждем на занятиях ждем на концертных практиках в практиках ждем новых голосов новых проектов новых авторских песен новых концертов в том числе и на разных площадках мгпу который нам предоставляет университет в том числе и на разных площадках